Масленицу Играми и закличками. Артисты театра «Теремок» знают в них толк. Блины, так похожие на солнечный круг, главный символ Масленицы. Люди побогаче пекли их уже с понедельника. Причем первый блин обязательно отдавали неимущим. Вторник – заигрыш. Девицы и молодцы знакомились, катались с горок, водили хороводы. Для чего нужна Масленица? Самое главное – это найти жениха и невесту, потому что после Масленичной недели начинался большой пост. И нельзя было, конечно, и сытно покушать, поэтому на Масленицу ели и сыр, и масло, и блинами, конечно, объедались и так далее. Но самое главное – пары искали друг друга, поэтому праздновали, веселились, катали горы. А те, кто уже нашел свою половинку, проверяли прочность семейных уз. В среду ходили в гости к тёще. В пятницу принимали тёщу у себя. Здравствуй, тёщенька дорогая! Спасибо! Уважила, смотрю, с блинами приехала. Проходите за наш стол в гости. Здравствуй, зять дорогой! И вы, комушки, здравствуй, дядя! Напекла я вам блинков масленичных. Зять приглашал тёщу с вечера, а утром за ней присылал зватых. Чем их больше, тем почетнее. Молодая семья всегда почиталась на Масленицу. Отсюда и дни, которые посвящены и тёще, и зятю. И по тем дням, когда зять приглашал к себе тёщу или тёща приглашала к себе зятю, вот по количеству гостей, которые приходят в гости, как раз определялось, насколько уважает тёща зять или насколько уважает тёщу свою. Заканчивается Масленица широкими гуляниями в воскресенье. Сжигание соломенной куклы – знак победы над зимой. Пепел развеивали по полям, чтобы земли были плодородными, а год – урожайным. И главное в этот день – не забыть попросить прощения. Ведь встретить весну, войти в большой православный пост – надо с лёгкой душой и чистой совестью.